Здравствуйте, дорогие друзья! Надеюсь, меня будет нормально слышно. Я вот сейчас кричать не буду. В общем-то, угощайтесь, дорогие друзья. Вот тут, видите, у меня пирожок, печеньки, чаек. Ну, чем богаты, как говорится, тому и рады. Говорить я буду немножко так в полголоса, потому что все-таки соседи, соседи, уши, лишние уши, как бы не очень приятно. Вот. Тут у нас за стеночкой живет одна любопытная Варвара. Вот. К счастью, сегодня мне удалось пораньше, так сказать, уйти с работы. И поэтому я вот, собственно, перед вами и предстал. Вот. Расскажу все по порядку. Конечно же, это видео относится в первую очередь для моих подписчиков, зрителей, кто следит за мной, кто знает меня. Возможно, кому-то будет любопытно просто узнать, а где Славка Болтун и что это он делает, и почему он вообще пропал. Говорил, будет новый канал. Обещал новый канал, а сам подсовывает кукиш с маслом уже как полгода. Вот. Поэтому, ну, видео, возможно, будет немножко такое сумбурное, потому что я еще немножко не собрался с мыслями, я просто пришел, быстро покушал, перекусил, и вот сейчас буду пить чай с пирожком. Вот. Голова немножко еще туманная, но я постараюсь сказать то, что я хочу донести до вас, мои дорогие друзья. Так, давайте. Не будем очень-то спешить. Один из тех очень редких дней, когда мне удалось немножко пораньше прийти. В общем-то, ну, обо всем по порядку. Во-первых, давайте начнем с того, почему видео выходят так редко, или правильнее сказать, почему они, в принципе, вообще не выходят. За полгода я выпустил видео, одно видео, одно видео, это поздравление на Новый год. Вот. Но без него, конечно, я, так сказать, ухищрился, ухитрился, улучшил момент. Тоже это, поверьте, было не так прям просто, что захотел записал ролик, это было не так просто, но я улучшил момент, и я не мог, дорогие друзья, вас оставить без поздравления. Просто никак. Вот. Ну, должен сказать, что у меня достаточно сильно поменялись обстоятельства в жизни. Я сейчас, ну, я и до этого как бы работал, но сейчас моя работа стала более такой, во всяком случае, на данный момент такая более, что ли, интенсивная, больше занимает времени и сил. Больше времени и сил. В ближайшем будущем это должно в какой-то мере измениться в лучшую сторону, то есть у меня будет появляться и свободное время, потому что я не хочу говорить конкретно, на кем я работаю и что я делаю, но поверьте мне, я ухожу ни свет ни заря, но я рано встаю добираться на работу, пока доберешься, там уже пройдет час, а то и полтора назад. Опять же, дорога занимает полтора часа, не меньше. Вот, ну, а нужно еще работать. То есть я ухожу, когда темно, прихожу, когда темно, но вот сегодня у меня такой единственный за долгое время случай, когда вот я пришел и еще светло, сам не верю своим глазам, еще пока не надо зажигать свет. Вот, работа тяжелая, работа тяжелая в первую очередь физически, выматывает, то есть я фактически весь день на ногах, ну, как повезет, ну, фактически весь день на ногах, то есть бегаешь там, в общем, в общем, очень много всего. Плюс работа, помимо того, что она физическая, она с людьми. То есть я вот, у меня, ну, люди разные, много общения, то есть, ну, сами понимаете, люди бывают разные. Там, где я работаю, там люди бывают вообще-вообще-вообще разные. Вот, в общем, тяжко, тяжко, но я как бы не жалуюсь, это мой выбор, и это все нормально, как бы, ну, без работы тоже. Просто сидеть дома, это тоже мало приятного, поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Вот. Вот, времени. Во-первых, конечно, мало времени свободного. Вот, последние три недели, где-то я, когда прихожу домой, это уже вечер, это уже бывает вечер, мне только хочется поесть, полежать, я обязательно иду, ложусь, полежал, собрал, собрал еду на завтра, помылся, все, спать. Я даже с компьютером не сижу вот эти три недели последних. Вот. Но должно у меня измениться кое-что, будет все-таки больше свободного времени, я надеюсь. Мне так обещают, во всяком случае. Вот, очень на это надеюсь. Вот. Поэтому, вот еще поэтому, конечно, очень тяжко с видеороликами. Вот. Поверьте мне, я как бы не вру. Хотелось бы что-то записать, вот буквально, вот сейчас я, пока есть момент, вот я пользуюсь, я взял телефон, и я решил записать до вас видео, которое уже раньше, давно хотел записать, но не мог. Вот. Но это, так сказать, один момент. Но сейчас давайте попробуем пирожок. Заодно у нас и вот такой вот пирожок, он с каким-то творожным кремом, с шоколадом и с кокосовой стружкой. Ммм. Очень неплохой. Вкусно. Вкусный чаек, вкусный пирожок. Я вообще обожаю кокос. Не знаю, как вы. Кто-то, конечно, не любит кокос, но я вообще во всем люблю кокос. Добавляйте хоть куда его. Я с удовольствием это слопаю. Люблю кокосы. Вот. Такие вот дела. Это по загруженности. Почему видео как бы редко, ну, не выходят и выходят редко. Но опять же, повторюсь, в который раз ситуация должна измениться к лучшему, в принципе, в ближайшем будущем. Вообще, конечно, очень приятно мне было записывать ролик. Вот, вот. Новогоднее поздравление. Ну, это так классно. Вот те люди, которые никогда не занимались видеороликами, ну, меня не поймут, конечно, но те, кто делал видеоролики, там, особенно, как я долго, вот так делал видеоролики, потом у меня перерыв большой был, потом опять сделали видеоролик. Это такой кайф, ребята. Просто кайфолис, настоящий кайф просто. Сидеть, что-то записывать, потом там монтажик какой-то, пускай небольшой, очень приятно. Ты выкладываешь и еще какой-то отклик получаешь от людей. Это вообще, не то, что вдвойне, это втройне приятно. Вот. Но дело даже еще не только с этим, с загруженностью связано. поменялись мои условия, кое-какие условия проживания. То есть, ну, я живу как бы не один. И поэтому тоже вот с этим моментом очень связано то, что я не могу как бы записывать видео, когда я хочу. То есть, я просто не могу записывать видео, когда я хочу. Потому что, ну, жилплощадь маленькая. И, то есть, меня просто не поймут. Меня не поймут и никто не будет, короче, мне, типа, никто не будет мне делать одолжение, мол, там, ну, да я и сам не хочу, там, записывать видеоролик, когда кто-то мне будет мешать, кто-то будет сидеть, слушать, что я вам тут, допустим, рассказываю. Ну, я не могу расслабиться так. Вот, сами можете понять, что это тоже неприятно. Тоже, вот это второй момент. И, давайте обсудим, почему я все обещал. Помните, канал, новый канал. Я собрался действительно открывать новый канал. Даже, мне сделали, один человек хороший сделал, шапку канала, красивую шапку канала, которую вы так и не увидели, которую я так и никому и не показал. Все почему? Да все потому, что, все потому, что на самом деле мне не нужен никакой другой канал. Суть того канала, который я планировал, заключался в том, что это должен был быть игровой канал, основанный на РПГ-играх. В общем-то, я собирался выпускать ролики по играм, по игровой тематике. Но, знаете, что и хорошо, что этот канал я не открыл, потому, что это была бы просто пустая трата сил и просто отвлечения народа, то бишь вас. Потому, что, ну, наверное, все равно бы я не стал заниматься продолжительное время этим каналом, потому, что я понял, что, в принципе, ну, я уже просто вырос из игр. Да, у меня нет времени, у меня нет сил на игры, но у меня нет такого большого азарта, такого вот желания прям играть в игры у меня уже нету. И нету уже давно, а теперь я уже понял, что его уже нету, ну, точно. То есть, я могу поиграть в какую-то игрушку, там, я не знаю, если у меня будет на выходных время, там, допустим, да, я могу поиграть в игрушку какой-то, ну, часок, ну, час посидеть. Все, все, все. Мне хватит вполне часа в неделю. Этого будет достаточно, чтобы получить какое-то удовольствие от игры и не устать от нее. Это раньше, когда я был молодой, ну, еще даже не так давно, когда я мог играть там в игры и мог долго играть и от этого кайфовать. Сейчас же я от этого скорее устаю. Вот. И поэтому очень хорошо, что нет того канала, который планировался, и его, собственно, не будет. если же я вдруг, ну, вдруг, ну, вдруг сбрендит мне, сбрендит мне что-то в голову создать какой-то вообще новый канал, конечно же, вы об этом узнаете первыми. Вот. Ну, а вообще, что я планирую? Знаете, я уже, я уже давно особо ничего не планирую, но я продолжаю делать видеоролики, ну, хочу, хочу как бы, думаю продолжать делать видеоролики по возможности, по своему, по своему возможности, по времени, по силам, просто по желанию и выкладывать вот на этот мой канал Болтун Шоу. Болтун Шоу. Вот какое печенье у меня есть. Смотрите. Оно очень ароматное, пряное такое, настоящее такое рождественское печенье. Оно очень так пахнет корицей какой-то, очень такое пряное, такое вкусное. Это просто кайф, вот когда ты уставший, приходишь домой, это просто кайф, вот так вот посидеть, чаёк с печеньем и поесть, серьезно вам говорю. Вот. Ну, опять же, конечно, полгода это большой, большой период, я не делал видеоролики. Опять же, я говорю, всякие обстоятельства были, но всего просто и не расскажешь, на самом деле. То есть, ну, много всего очень было, сейчас его и не вспомнишь, наверное. Ну, плюс болел я, достаточно продолжительное время я болел. Вот, такие вот дела. Ну, это было несколько недель, то есть, я как бы заболевну, простужался, там у них нехорошо себя чувствовал, потом вроде бы как-то выздоравливал, не до конца, и опять, и опять, и опять пошло-поехало. буквально сегодня, не знаю, когда я выложу этот видеоролик, но сегодня 12 число, открываю YouTube, и вижу, что умер от коронавируса Денис Бейсовский. Это такой видеоблогер, который специализировался на компьютерных играх. Вот, я его не смотрел, но я часто слышал о нем, много заходил, ну, вернее, несколько раз, много раз даже заходил на его канал там, но я его как бы постоянно не смотрел, но знал, что вот есть такой блогер, и действительно, по-моему, он делал хорошие видеоролики, очень качественные, но дело даже сейчас не в этом, не в видеороликах, вот, умер вот человек, и это, конечно, печально, человек молодой, и это, конечно, очень даже и печально, да, кто-то еще, представляете, еще кто-то продолжает утверждать, что нету коронавируса, это просто нездоровые люди, конечно же, это зараза есть, все это существует, и не нужно, как бы, наводить панику, ни в коем случае, не нужно паниковать, но нужно соблюдать все меры, возможные предосторожности, насколько это просто возможно, но, как вы знаете, наши люди безалаберные, пока петух в жопу не клюнет, они, как говорится, мужик не перекрестится, в общем, поэтому, но, дорогие друзья, еще раз вам напоминаю, что это дело, оно ходит, ходит, и люди болеют, очень много людей болеют, со всякими последствиями, и вот вы видите, к сожалению, умирают даже вот такие вот молодые, такие здоровые люди, у Бейсовского, правда, был, ну, вес, лишний вес, много лишнего веса, как бы он такой, полный человек был, но он же все-таки молодой организм, ну, вот видите, даже и молодые люди умирают от этой страшной заразы, но ничего, преодолеем, все мы преодолеем, дорогие друзья, вот, а я продолжаю пить чаек, беседовать с вами, очень приятно, очень хорошо, очень приятно, я приступаю к второй печеньке, как у вас здоровье, кстати, как у вас, короны еще не заболели, не дай бог, конечно, но всякое бывает, ну, большинство людей, как бы, переносит в легкой форме, но это кому повезет, кому не повезет, вот, вплоть до летального исхода, ужас, конечно, вот, еще заодно покажу вам пирожок, я вообще, конечно, уже как-то говорил, я не люблю видео про еду, то есть, кушать еду на камеру, по-моему, это бред полный, и у меня есть такие видеоролики, я их не удаляю, и не скрываю лишь потому, что это как бы история, вот, но вообще, я считаю, что вот кушать на камеру, и вот это все чавкать, вот это, конечно, бред полный, но, для разнообразия, давайте, я вам покажу пирожок, у нас же как бы, дружеская беседа, поэтому давайте, позволим этому формату, быть вот таким вот, вот таким вот таким, как в обычной жизни, потому что я тоже ничего не придумываю, говорю с вами, как со своими знакомыми, знакомыми, хорошими друзьями, поэтому, пускай это видео будет таким, обжорством, так вот, три недели я, вообще, прихожу без, ну, что называется, без задних ног, никакой компьютера, я уже не хожу, не смотрю, никакие ютубы, я не просматриваю, разве, что на выходных бывает, и то недолго, но опять же, повторюсь, ситуация должна нападиться, во всяком случае, мне так обещают, у меня будет немножко по-другому там, с работой, и поэтому будет больше свободного времени, я уже этого просто жду, не дождусь, по правде вам сказать, у меня даже нет, не было вот это все время, три недели, даже не было ни сил, ни времени, просто пофапать, все, об этом не будем больше, но вот я просто вам сказал такой факт, что да, действительно, у меня было, и даже возможности, потому что, опять же, я сказал, что я не один живу, но и сил, и времени, как бы тоже, в общем, такое вот дело, не знаю, вам видно, не видно, я тут в жилетке, с шарфом сижу, я люблю, ну, заматывать шею, потому что шея, это как бы мое слабое место, достаточно часто простывает, даже сейчас, немножко охрипший, ну что ж, надо доедать, надо уже доедать пирожок, все, что я хотел, я вам сообщил, конечно же, я очень благодарен тем, кто остается, продолжает оставаться со мной, смотрит, следит, очень вам, дорогие друзья, признателен, вы настоящие друзья, вот, и, конечно же, тем и респект, кто досмотрел этот ролик до конца, вкусно, получил большое удовольствие, во-первых, от беседы с вами, и, во-вторых, от такого вот десертика, очень вкусно, ну что ж, дорогие друзья, в недалеком будущем, я надеюсь, мы увидимся, то есть, мы обязательно увидимся, услышимся, опять же, благодарен тем, кто досмотрел этот ролик до конца, вы там держитесь, ребят, не болейте, там это все соблюдайте, много людей чихающих, там кашляющих, не все, конечно, коронавирусные, но, блин, хрен их знает, хрен их знает, поэтому вы уж там, соблюдайте все меры предосторожности, берегите себя, все, я вас люблю, целую, вы мои настоящие друзья, все, встретимся в новом ролике, пока.